Музыка На территории Казахстана она формировалась еще в 89 году. В некоторых отдельных местах было организовано так называемые культурные центры. А официально они уже, как мы знаем, что 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, официально они как бы вступили уже в законную силу с 95-го года. А у нас в Астане она создана в 2000 году. Хазар, общественное объединение столичного культурного центра, этнокультурного центра Хазар, организован в 2000 году, почти 15 лет она существует. По поручению президента страны, Назарбаева, 20-летие отмечает в этом году, 20-летие создания Ассамблеи народа Казахстана и три праздника, в принципе, 550-летие казахстанской государственности и 70-летие победы Великой Отечественной войны. Все эти три праздника объявляют естественный плотный график, сейчас мероприятия, круглых стадов, семинаров, конференций и так далее. Это очень насыщенный год будет для всех этнокультурных центров, в том числе, естественно, они являются субъектом этого Ассамблея народа Казахстана. В каждом городе, в каждой области есть секретарьят, малая ассамблея так называемая, и через них и работают этнокультурные центры. Вы представляете себе, что если какие-нибудь ЧП на этнических, даже на бытовом уровне появляется, тут же конкретные реакции, потому что есть совет старейший, другие рычаги тоже есть, и они, безусловно, выходят в Ассамблеи народа Казахстана. Секретарьят, там очень большое дело проводится, секретарьят Ассамблеи народа Казахстана. Вы знаете, что это уже государственный конституционный институт, официальный институт, поэтому в конфликтных ситуациях, даже на начальном этапе, когда может даже созреть какой-нибудь, в ближайшем темпе мы вступаем, собственно говоря, в эти дела, и начинаем разобраться, не дать распространиться элементарные, банальные, такие бытовые вещи перенести на национальные почвы. Для этого Ассамблея народа Казахстана, на это и призванный этот орган, и Ассамблея народа Казахстана проводит очень большая работа по информации, самой Ассамблеи по идеологии Ассамблеи, агитационные работы проводят. Поэтому во всех областных центрах ведутся активные работы Ассамблеи народа. Ну, естественно, одна единственная страна, наверное, в постсоветском Союзе, которая, благодаря именно политике президента Нурсултана Абщиша Назарбаева, он же и председатель Ассамблеи народа Казахстана, вот, благодаря его политике и сегодня Казахстан является на самом деле, сумел избежать всех этих конфликтов на межнациональных, межнеэтических, межнепрофессиональных там, столкновений. Но на сегодняшний день весь во всем мире вы увидите, что один из самых стабильных обществ это казахстанское общество.